Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги. Я думаю, нам пора начинать. Разрешите, пожалуйста, поприветствовать вас в этом зале сегодня и поблагодарить за отремонение издательства «Эспресса» за посещение нашей лекции. Тема лекции вы видите у нас на экране. Надеюсь, что она будет вам полезна и интересна. И я с большим удовольствием передаю слово ведущей семинар Галереи Александровне Прохоровой, протекущей педагог психологу, преподаватель Московского городского психолога педагогического университета и наш замечательный автор нашего издательства. Галере Александровна Прохоровой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Но я хотела бы сказать, что сегодня с головой у нас пойдет, наверное, скорее не про посуду, а который пойдет именно у детек, у их развития и как с помощью посудей действительно из ребенка раскрытились тот потенциал, который он имеет. Посуды, наверное, это все-таки средства. И мы посмотрим, как с помощью этих средств можно этого достичь. И поэтому первое, о чем я хотела бы сказать, очень часто встречаешь такую цель развить мелкую моторику. Ну, откроете любую плану воспитателя, дошкольную мунистерство, любой план психолога. Вот цель развить общую моторику. Мелкую. Но дело в том, что эта цель педагогическая, это цель педагога. У ребенка такой цели никогда не было и нет. И даже в старшей школе, ну, если только единичные случаи, которые действительно ставят целью развить свою мелкую моторику. На самом деле, это цель наша, взрослая. Поработаем вместе с детьми. И здесь, наверное, надо говорить не о том, что вот нам надо развивать мелкую моторику, а, наверное, надо говорить все-таки о том, а как создать условия для того, чтобы ребенок сам захотел ее развить. Вот об этом мы с вами пойдем речь. То же самое отражено в федеральных государственных стандартах, которые вы все знаете, читали о ней, а не раз. Но если совсем объяснять просто, то объяснить просто можно так. Раньше у нас два цели. Обучить ребенка в счету в пределах пяти. Сейчас цель осталась, но она звучит по-другому. Создать условия, чтобы ребенок захотел научиться сам. Вот всего лишь такая разница. Именно поэтому в федеральных стандартах очень много говорится про бюджет. Потому что создать вот эти условия, чтобы ребенок захотел почему-то научиться, действительно можно только в грехах. И сами хорошо знаете, что если вы на занятия, ну, будем называть его так по старинке, как бы оно так не называлось, по сути, остается в занятиях, когда взрослый передает ребенку какие-то знания. Вы очень хорошо знаете, что стоит только внести какой-то сюрпризный момент, стоит только достать те же там, ну, я не знаю, цифры, аппликацию, не со стола, а из какого-то сундучка, или даже просто пошуршать пакетом. Вы сразу узнаете, как дети реагируют на это со средоточением внимания. Очень распространенная сейчас проблема, которая называется дефицит внимания. То есть те самые дети, которые не могут, они не могут быть в коллективе, им сложно в коллективе. Воспитателю этих людей очень тяжело организовать. И то же самое я хотела бы отметить, что в федеральных стандартах вот эта самая подготовка в школе, она включает, ну, помимо всех знаний, она включает в себя такую очень важную вещь. Умение ребенка действовать в едином и третьем с другими детьми. Все открыли тетрадку, и ты открыли. Все начали леточки отщитывать, и ты отщитываешь. А вот в детском саду вот эта проблема, да, организовать ребенка, чтобы он не выпивался из общей клеи, а работал в едином, и не совсем. Вот это как раз и есть та самая проблема, которую воспитатели и родители называют СДВГ. Никакого СДВГ там нет. По популяции, если говорить, языком медицины, вот этот самый синдром дефицита внимания и гиперактивности, он ставится у незначительного количества детей. То есть в этот синдром, когда да, он действительно обусловлен ну какими-то органическими нарушениями. В большинстве случаев, ну, родители от этого как-то немножко впадают в шок от этого словосочетания. В большинстве случаев это бедзабущенность. То есть ребенка не переручили к клею. Не создали таких условий, в которых ему внимание не могло бы формироваться. Все вы прекрасно знаете, что где-то до двух лет ребенка вниманием не произволено иметь. Он не способен удерживать внимание так долго, как хотелось бы взрослому. Он будет его удерживать только сам. И вот как раз об этом, о том, как сделать так, чтобы ребенок сам захотел заниматься некими игровыми вещами, которые приводят к развитию мемоторики. Вот об этом мы с вами сегодня поговорим. Сейчас создать такие условия достаточно легко. Но сначала пару слов про интерес. Интерес, сразу дам определение, это эмоция. причем это единственная эмоция, которая ведет к когнитивному развитию, то есть к познавательному, то есть к умственному. Все другие эмоции не ведут к умственному развитию. И вот это как раз интерес, он возникает. А вы сами прекрасно знаете, что эмоция, она возникает, но вот возникает, она и возникает. Есть эмоции у вас, и все. И чтобы вам там не говорили, не переживай, пройдет, вы сами будете переживать. И чтобы вам там не говорили, да ладно, чего-то обижались, вам все равно будет так. Эмоция, она и есть эмоция. Так вот, как раз эта эмоция интереса, она тоже имеет некие условия, которые по нам истекают. Мало вызвать внимание как бы сосредоточить на чем-то. Этого бывает недостаточно. Ну, погремели на там погремушке. Ребенок, да, естественно, альтеровочная реакция, он ее посмотрел, потому что она звучит. А дальше все. А дальше неинтересно. Родители говорят, ну вот, принес ему новую игрушку, он на нее посмотрел и убрал. Неинтересно. Так что же такое интересное? Так вот, оказывается, вот эта самая эмоция, она возникает, когда у ребенка, у взрослого, уже есть некое представление о предмете. Она не возникает на пустом месте. Если совсем что-то ребенку непонятное, интересное не возникает. Эта эмоция, она возникает и удерживается, когда ребенок начинает в чем-то очень хорошо знакомым открывать какие-то новые стороны. Допустим, принесли ребенку игрушку, он ее покрутил, он ее повертел, она ему очень хорошо знакома. А потом в какой-то момент мама или папа вдруг показали, что там есть кнопочка, на которую можно нажать, и тут что-то происходить. И, естественно, у ребенка вновь возникает интерес к этой игрушке, ну, конкретно тогда, в каком-то это изменении, естественно, продолжается замяться. И, конечно же, интерес будет держаться тогда, когда есть что-то знакомое, но обязательно в этом знакомом есть что-то неизвестное. И я всегда рекомендую родителям не торопиться давать некую такую паузу, чтобы ребенок мог о том, и сам. И первый вопрос, который мы задаем ребенку, уже владеющему речью про-то говорить немножко. А что с этим можно сделать потом? И вот как раз вот эти призывы, да, они как раз и поддерживают интерес. Но вот сейчас мы, собственно, начнем уже рассматривать, как с помощью пособий Аэрис этот интерес можно поддерживать и создавать. Значит, ну, во-первых, все очень хорошо знают, что можно поделать эрегами и так далее. и вот появилось нечто новое Квилин. Наверное, в детских садах это уже хорошо знают, наверное, в начальничестве были тоже. Это правда, бумагу скручиваются в такие тоненькие совершенно, ну, не знаю, простые полосочки, шнурочки, наверное, и из этого делаются поделки. И я хочу сказать, что даже в некоторых детских садах стали брать педагогов вот по этому самому Квилину. Хотя, казалось, Баррика настолько уже знакомая, настолько уже воспитательные владели этим способом, что, наверное, сами мастер-классы готовы давать. А вот эта подделка бумажной филиграме, в данном случае эта книжка называется, вот ее вы можете здесь увидеть, посмотреть тоже, она как раз и говорит о том, что мы берем хорошо знакомый старый способ и начинаем развивать его совершенно с другой стороны. Еще я хотела бы вот о чем сказать. Дело в том, что маленькие дети, они не сразу складывают бумагу так, как нам хочется, они не сразу владеют ножницами, но, как и всегда, правильно пытаться в столе. Попробуйте предложить ребенку сделать это самому. Не получится, вы подхватите, вы сделаете какие-то помогающие движения, но первая попытка пусть будет самого ребенка. Не торопитесь, особенно в плане оригами, эфириками или как бы другие вещи. То же самое, новое, как вы видели, да, наше любимое аппликация, это объемная аппликация. То есть, в общем-то, все то же самое, но только уже в некий такой объемный француз. И я очень часто предлагаю родителям детей двух лет, двух с половиной лет предлагать ребенку делать аппликацию уже из того форм, из готовых задаковок. Здесь тоже есть некие психологические предпосылки. Все дело в том, что мы хотим быть успешными. Ребенок что же? Конечно, если дать ему круги ножницы, попробовать там что-то вырезать, естественно, у него это получится одно и очень хорошо. А когда вы ребенку даете уже готовые формы, и он их сам собирает в аппликацию, и действительно получаете красиво, потому что красиво, и тогда у ребенка возникает та самая ситуация успеха, которая будет держать и интерес, и создавать мотивацию, потому что мы с вами с удовольствием возвращаемся к такому занятию, которое у нас раньше хорошо получалось. Ну, например, если в плане рецептов, и вы узнаете как много рецепта салата, и он у вас удался, вы его будете готовить снова, снова и снова. Ну, говоря, я не буду туда, не ели, и так далее. Поэтому вот именно создание ситуации успеха для ребенка, оно очень важно. И вот в этих пособиях аэрисах, которые мы с вами видели, как раз здесь и можно это найти, эти идеи, которые помогут ребенку держать интерес. Также вот эти всевозможные графические упражнения, они действительно очень важны. В школе можно долго дискутировать о том, насколько он должен ребенок уметь читать, написать, но никто не будет спорить, что ориентироваться на листе бумаги ему надо. И что ребенок должен уметь хотя бы поставить точку в углу клеточки. Вот это вот пособие, оно как раз начинается с того, что мы определяем границы клеточки. Для ребенка тогда становится понятно. вот даже в 5 лет ребенку сказать 6 лет обведи клеточку. Вот прежде читать эту инструкцию, ему эти границы клеточки надо показать. Вот эта точка, вот эта точка, вот эта и вот эта. Если две все единишь, получится клеточка. И точно так же, чтобы поддерживать интерес ребенка, конечно, девочкам лучше давать для девочек, а мальчикам, конечно, лучше давать для мальчиков. Невозможно сделать такое пособие, вот я несколько раз смотрела это в книжных магазинах, пособие для девочек, да, или пособие для мальчиков. Ну, не знаю, мне кажется, это все-таки сужает интересы детей. Мне кажется, лучше как-то в таком пособии и для девочек упражнений, и для мальчиков упражнений. Пусть даже девочки не будут это делать, пусть они даже играть в книгу. Они их увидят, а просто учат расширение проказов. Я бы не стала таким образом сгустами сужать проказов детей. Также ведущим развития интереса все-таки интерес у нас опоследован. То есть опоследован он взрослым. Но если говорить о проводимом психологическом исследовании, то до изогна, который в общем-то разработал теорию эмоций, интерес он находился между непроизвольным вниманием и произвольным. То есть непроизвольно что-то привлекло внимание, заинтересовало, как писается форги, и дальше уже начинается собственное познание. Если мы говорим о детях, то конечно привлечение интереса огромная роль принадлежит взрослому. И действительно именно взаимодействие с вопросом оно и воспитывает ребенка интерес. Он воспитывается. Я сейчас хотела сказать о том, что обязательно в процессе выполнения упражнений с ребенком надо говорить о том, что вы делаете. Дети любят разные островные как бы высказывания. И вот в этой книжке помимо прописи, если там внизу посмотрите, там есть такое небольшое «давай поговорим». И под каждой страничкой есть своя тема для разговора. Например, вот там где у нас поваренок в каждом грибе стоит, цыпленок получается из яйца. А что получится у нас из икринки? А кем раньше был «Буратино?» И от таких вопросов про сказочных героев «А кем хочешь стать ты?» «Кем ты будешь, когда простишь?» То есть естественно выход на личность ребенка он тоже очень важен. И вот это внимание к его личности, внимание к его желанию оно точно так же поддерживает интерес и точно так же создает мотивацию. «Нет ничего лучше» психолог и знает как установить контакт с ребенком. Очень просто дайте ребенку руки карандаш и бумагу попросите нарисовать другую картинку а потом обсудите с ребенком эту картинку. А что ты здесь нарисовал? А что ты еще хотел нарисовать? А что ты хотел нарисовать на тебя не очень получается? А о чем эта картинка? И таким образом контакт с ребенком устанавливается мгновенно. Вы проявили интерес к результатам его деятельности. Конечно же еще раз скажу что учат тех детек которые уже говорят а с маленькими детьми конечно игрушки. Посмотри какая у меня игрушка а если у тебя игрушка и так далее и тому подобное. Поэтому обратите внимание что помимо выполнения каких-то таких графических вещей обязательно с ребенком надо обсудить что он делает и как вы это видите. Там много на самом деле в этой книжке тем и бесед там есть и такие темы как покажи походку медведя походку лисы угадали какого животного я изображаю и так далее. Значит если мы будем говорить о вообще развитии движения пальцев и о развитии мелкой монтолики то мы увидим вот известная схема которая используется в логопедовании вот у нас постепенно чувствительность во втором ряду в нижнем переходит от края ладони вот да постепенно переходит в область большого пальца и выносит из-за на кончик большого пальца то есть ребенок исследует предмет сначала всей рукой всей ладонью постепенно постепенно перемещая его на кончике пальца точно так же развитие самой руки вот если вы увидите от руки лопаты до руки милы до тела указательного жеста до выпадки того самого принципа лопата с которого собственно и начнется развитие мелкой монтолики все это проходит постепенно и для того чтобы вот эти движения сформировать уроков помочь ему их сформировать вы знаете конечно можно можно конечно ждать можно ждать пока у ребенка захват предмета всей рукой перейдет на пинцетный захват можно но без участия взрослого это происходит очень поздно где-то в три года я говорю об этом потому что проводились исследования детей детских садов и соответственно домов ребенка и вот в домах ребенка дети гораздо позже начинают исследовать предмет кончиками пальцев а мы с вами прекрасно знаем что и развитие музыка и развитие речи оно очень очень тесно связано именно с движениями пальцев поэтому мы очень много говорим о том что мелкоматор нарезать мелкоматор куда-то на самом деле мы развиваем конечно мозг ребенка но и стимулируем умственный развит так вот если это не учитывать конечно это само собой когда-то произойдет но произойдет это после поэтому обратите внимание что помимо пальцев у нас еще есть водолы и очень важно и вы знаете что для этого есть пособие и вы наверное хорошо все знаете которое называется разноцветные ладочки вот используя такие приемы используя вот эту технику мы с вами так или иначе даем ощущение ребенку не только пальцы свои ощутить но и ощутить всю руку целиком а это тоже очень важно вот обратите внимание интересное такое пособие белотетные ладошки его можно где-то сделать но стоять из книжки можно и посмотреть какие еще идеи авторы заложили эту пособие точно так же вы знаете что малыши они и только любят разное и новое но еще в них ведущее ощущение это у нас наглядно действенное это говорит о том что они как и думают руками и пробуют руками поэтому чем больше вариантов изобразительных поделял тем будет лучше а рисовать можно чем угодно понятно что можно рисовать и отпечатки пальцев понятно что рисовать можно и пластилином и вот в этом пособии первой поделки вашего малыша вы найдете вот как раз много таких идей и я думаю что вы будете развивать и не огранируйтесь конечно этим пособием вашей фантазии вашей взаимодействии с ребенком и постепенно в общем-то вы точно так же творчески будете развивать собразительную деятельность ребенка но наверное свою тоже вот для уже более старших детей для тех вот от трех и выше да в издательстве есть огромное количество пособий и я бы хотела обратить ваше внимание на то что этого многофункциональные пособия все наборы карточек они посторонние используются и как бы первая сторона и вторая каждому из наборов есть методичные то есть автор как бы вам подсказывает ну как он видит работу с этим пособием но это всего лишь скажем просто так идея что ли да на самом деле конечно вы можете опираясь на эти идеи создать много много нового но вот как я уже одного из коллег говорила например что вот эти контуры силуэты это тоже можно использовать как идеи для аппликации и составление с ребенком каких-то картин дети очень любят когда картины висят какое-то время и все на них смотрят и удивляются но здесь уже для детей которые читают наверное но если даже ребенок еще не читает то взрослый может это проговорить еще раз скажу о том что в федеральном стандартах не ставится задача научить ребенка читать и писать но как владеть ориентировкой на вести бумаги как владеть составом числа знать из чего да из каких собственно единиц состоит число точно так же ребенок должен слышать слова и речь идет конечно о таком уже фонетическом анализе ребенок должен понимать на какой звук начинается слово что есть слово есть предложение и вот такие ребусы они помогают взрослому на слух потренировать пневматический слух ребенка воспринять какие-то задания и что еще очень хорошо рисунки веселые они даже легким юмором как известный показатель интеллект я могу вам сказать что много есть таких наборов в издательстве это набор решения 5 до 7 до 7 лет это набор для более младших детей от 3 до 5 лет так что используйте эти идеи с детьми и в работе с детьми они действительно создадут условия для развития мягкой воды потому что здесь конкретно развитие пальцев развитием движения руки оно проходит как бы с фоном а на самом деле душем является интересом и когда ребенок заинтересован тогда его естественно проходит более комплексно и более успешно вот еще такая замечательная строка карточки когда ребенок должен догадаться конечно ему захочется может быть эти буквы дорисовать конечно ему может быть захочется их прочитать пожалуйста но опять же взрослый говорит вот дорисуй пожалуйста возьми карандаш расширами линиями нет речь идет по-тругому из само развитие пальцев само развитие руки оно проходит в процессе деятельности которая заинтересована ребенок есть еще вот в этом наборе решение вот такие карточки да здесь надо догадаться с какого слога начинается название картины слоги здесь прописаны и таким образом у ребенка формируется не только зрительное узнавание графемы из графического начертания букв а и фонетически точно так же называется формируется это уже наверное более такая специфическая вещь для логопедов и знаем логопеды течеловато все-таки и деференцировать иногда на это уходит много времени если использовать вот такие карточки опять же здесь можно и соединять линии предметы здесь можно произносить вслух здесь можно и показывать что-то на пальцах покажи какой предмет мы задумали и использовать это сразу с точки зрения решения нескольких задач также есть задания простые но опять же да не всегда ребенку должно быть сложно не всегда обязательно для поддержания интереса и мотивации ребенок должен ощущать себя успешно понимать что есть вещи с которыми он вполне справится самостоятельно поэтому после работы с какими-то трудными заданиями когда ребенок соединял какие-то сложные звуки с картинками вполне можно дать ребенку эту карточку и сказать ну а теперь попробуй просто сам и вы как раз увидите насколько эффективно было ваше математисты с ребенком и насколько эффективно он смог все это проделать уже с столетиями ну о чувстве юмора я уже говорила это конечно признак интеллекта и задания которые есть в этом комплекте их точно так же можно пропеть да можно показать на пальцах придумать как показывают ну и просто посчитать сколько вообще нарисован изображено графея конечно можно вопрос скажите ребенок в любом случае начинает смеяться по грубо говоря с момента рождения условно так если назвать чем отличается смех от допустим особого чувства признак как понять что у ребенка есть у него полгода что он как бы формирует начинает но чтобы вам определить когда это начинается чувство юмора это где-то приблизительно в районе трех лет плюс-минус ребенок начинает хитрить и он вот по выражению его хитрого лица сразу видно что он вас обманывает он шутит например вы его спрашиваете где конфета а он говорит а я ее съел широко улыбается зря что эту конфету засыпал вот это есть как простите умение ребенка пошутить и при этом выражение его лица становится таким хитрым и вы сразу это видите или он с такой радостью говорит а я тебя помогу это первые попытки пошутить вот именно первые такие проявления действительно чувствуем вообще если говорить о смехе то до четырех лет ребенок иронию не понимает для ребенка веселое все то что яркое и красивое вот яркие предметы до четырех лет ну плюс-минус да опять же у кого-то до трех с половиной у кого-то до четырех и двух они вызывают для ребенка положительные чувства просто яркие предметы и где-то в районе четырех лет ребенок начинает понимать вашу иронию поэтому если вы этому ребенку говорите ну и молодец что ты в лужу залез ай какой молодец он искренне считает что да он молодец дети не понимают иронию до четырех лет или ребенок там нечаянно опрокинул компот да вы ему говорите ну ты ловкий и он с радостью на вас смотрит да я ловкий не понимают дети до четырех лет и в то же время вот я говорю где-то начинало три с половиной до года дети начинают хитрить играть словами и например вот знаете интересно так когда глагопедические практики общаешься с детьми и ты ему говоришь скажи а а он тебе говорит ооо и при этом так хитренно тебя смотрят поэтому ничто не мешает продолжить дальше если сказать тебе скажи ооо и он тебе с удовольствием и говорит а при этом нахочут оба и логопед ребенок и всем понравится весело то есть первое вот эти вот попытки обмануть взрослого и это признак интеллекта на самом деле и когда родители говорят что спасите помогите ребенок начал врать первое что я говорю родителям успокойтесь значит он дураки дураки не врут дети с нарушенным интеллектом с задержкой развития не врут они понимают они не понимают они не понимают поэтому осторожнее с выражением в общении со взрослыми людьми у тебя нет чувства юмора другими словами вы говорите что человек наивный а наивный это синоним глупости поэтому осторожен с этим и если действительно у человека нет чувства юмора кроме того как вы его обидите вы ничего этой фразы не достигнете и вообще с юмором поаккуратнее действительно его понимают не все его понимают не все родители ну поэтому Поэтому очень аккуратно с этим. Главное следить за выражением лица. И вот те дети, которые шутят, у которых есть чувство юмора, у них хитрые становятся выражения лица. Они улыбаются, у вас все глаза прикреплены. Спрещен, хитрит, здорово, замечательно. Но в любом случае интеллект есть, а этого уже немало. Вот поэтому здесь вот такой вот фокус с чувством юмора. Ну давайте посмотрим, чем мне нравится, собственно, издательства у Дайвис, что у них с чувством юмора все в порядке. У них все очень хорошо. Ну и также в комплекте, естественно, будут мабиринты. Естественно. Ну потому что подготовка к школе – это как минимум мабиринты. И вот здесь я хочу сказать, что при прохождении мабиринтов здесь не только формируется само движение руки. Здесь не только формируется та самая зрительно-моторная координация, от которой в дальнейшем будет зависеть почерк ребенка. Здесь формируется еще и логическое мышление. То есть такой мабиринт – это так и называется. Откроете книжку, логика для маленьких. Ну и обязательно вы там увидите мабиринты. Ну а что еще, считают авторы, можно задолжить сюда. Так что вот пособие тоже – это большое количество. Ну и, конечно, интерес, он сам по себе ведет к познавательному развитию. Одним из таких созидательных, наверное, видов познавательного развития является, ну конечно же, воображение. Человек, включенный воображением, вряд ли что-то может создать новое и интересное. И хорошо, очень хорошо, что вот в эти комплекты включены подобные задания. Конечно, здесь вы будете смотреть, да, насколько умело ребенок владеет уже, собственно, своими руками и карандашом. Насколько глаз и рука у него скоординированы, что он может провести, можно ориентировать. Но в то же время это и показатель, ну в данном случае, репродуктивного воображения. То есть ребенок воспроизводит тот предмет, который он видел раньше. Но все это, наверное, начинается творчество. Потому что в дальнейшем ребенок, конечно, захочет вам загадать свою загадку. Или вы просто можете об этом прямо попросить. А теперь нарисуй ты загадочный предмет, а я вот и такой. Ну точно так же, вот в таком образе. И дети, кстати, очень успешно с этим справляются. Естественно, воображение невозможно без сказок, да. Потому что сказка, она, ну, она побуждает развитию воображения. Когда мы детям читаем или рассказываем сказки, конечно, мы хотим, чтобы они это представляли. Чтобы они рисовали, как мы теперь скажем. Чтобы у них это все как бы шло гармонично. И вот сказочные сюжеты также помогают детям и в развитии мелкой моторики, конечно. Но и в то же время и в развитии остальных сторон личностей. Посмотрите. Вот в этой карточке, ну, на первый взгляд, логические, да, задания. А с другой стороны, здесь же надо и правильно фигурку добрать, и правильно ее рисовать. И еще за границей клеточки вы видите. Есть не что и ноль, как и тренировка на вот этой нашей избитно-моторной координате. Замечательный рисунок. Вот, на самом деле, так и хочется вот эту гусеничку по всей груши, да, по одной густи. Но, опять же, один из вариантов тренировки на руке. Вот это черно-белое, на первый взгляд, задание, она, на самом деле, дает в себе очень-очень много возможностей. Его можно, ну, раскрашивать само собой. А можно еще придумать историю про эти буквы. А можно еще на пальцах показать. То есть попробовать сделать так, чтобы получилось изображение вот этой вот графики. Ну, про круговые тренажеры, наверное, надо сказать особо. Совершенно необыкновенные. Замечательные идеи. Сейчас я вам вот, да, смысл такой. Смысл тот, что ребенок выполняет, ну, предложенное задание. Опять же, очень хорошо можно потренировать мышление ребенка и спросить, а как он думает, что с этим надо сделать. И самое главное, что можно себя проверить. Вы знаете, иногда уже более вот в старшем возрасте, особенно подготовительном, дети не очень любят, когда им указывают на их ошибки. Если задание для них слишком сложное, они дорога подтвердить ответ. Ну, и ничего такого в этом нету. Действительно, самооценка у дошкольника чуть-чуть замышленная, и это норма. Она и должна быть такой. Поэтому, увы, предоставляет ребенку возможность самому себя проверить. Не взрослый вечный раз указывает на его ошибку, а ребенок сам сверяется. И если он ошибся, для него это совсем не страшно, он легко поправится и выполнить все правильно. Поэтому круговые тренажеры, они на разную тему, они продаются, сейчас я вам покажу. Вот сейчас, вот в таких коробочках, а нет, это карточки, да, наверное, у нас, они в коробочках продаются. В каждой коробочке было семь тренажеров. Естественно, они тематические. Вот, так что можете вот посмотреть на тренажеры и потренироваться. Ну, здесь, опять же, да, каждый из педагогов, в зависимости от своей коррекционной направленности, каждый из педагогов вывели для себя то, что надо. Ну, вот это замечательный тренажер белого кольца. Как-то надо определить первый и последний звук в слове. Точно так же будут тренажеры по началу снова. Ну, и так далее. И вот, действительно, в период начального школьного обучения такие тренажеры, они становятся очень хорошим подспорьем в дополнительных занятиях по русскому языку. Иногда ребенку надо дать возможность поиграть. И вот, как раз, эти пособия, они это способны. А вот это задание совершенно непогновенное. Дело в том, что здесь сначала ребенку, конечно, надо предложить прочитать. Но давайте сразу скажу про время. Понятием время дошкольника выделяют на уровне утро, день, вечер, ночь и на уровне зима, где-то осень, весна. Название месяцев, по мнению одних психологов, происходит в семи годах после своими названиями месяцев. По мнению других психологов, после восьми лет. Поэтому, если мы говорим вот о дошкольнике, конечно, стрелки, время, для них это не совсем понятно. И в окружении электронных часов это действительно не всегда бывает легко сделать. Поэтому, конечно, вот подобные тренажеры, они, конечно, наверное, уже для начальной школы. Но, наверное, это не для дошкольников. Поэтому, легко ребенка попросить прочитать задание. Так вот, в задании там написано следующее. Какое время будут показывать часы через 13 минут? Какое время будут показывать часы через 13 минут? Вот здесь ответ неправильный. Потому что те часы, на которые указывает стрелка, они будут показывать через 15 минут 9.00. Вот это задание, оно, конечно, младшая школа, конечно, все-таки, ну, со всех точек зрения. Тем не менее, оно очень интересное. Оно сложное. И не обязательно вам будет такое в один день. Этот тренажер есть пройти и все часы определить, да? Можно вернуться к этому. Можно в дальнейшем тренироваться уже на очень стрелочных часах. Но я все-таки считаю, что не стоит людей лишать возможности познакомиться со стрелочными часами. И хорошо их знать. Даже при окружении основной цифровой, да? Часов, которые показывают из этих. Мне кажется, циферблат, ну, не стоит. Ограничивать его газовым ребенка. И просто он значит, что там будет циферблат быстрее. И вот так же круговые тренажеры, там очень много заданий на развитие пространственных представлений. Опять же, вот тренажеры, они требуют ловкости рук. Если вы попробуете не так далеко совместить вот эти все круги, да? То есть надо здесь придерживать. Здесь надо, ну, то есть думать. Как? Руками, да? И взаимодействовать вот таким образом, чтобы получить правильный ответ. Поэтому, опять же, оно будет сочетаться в ориентировке пространстве и согласованные ловкие действия рук. Ведь мы же разговариваем не для того, чтобы ее развить, а для того, чтобы действия и пальцев, и, я думаю, рук были достаточно способны. Ну, и, конечно, каждый тренажер сопровождается методичкой, что тоже очень удобно, да? Понять, что надо сделать. Вот карточки. Значит, можно спорить о том, учить ребенка читать, не учить ребенка читать. Надо? Не надо? Каким методом? А мы знаем, что есть несколько методов, да? Есть глобальные, есть наоборот, которые идут от цифровой структуры и так далее. Так вот, в данном случае эти карточки, они, наверное, если вызвать интерес ребенка в 5 лет, замечательно. Но если даже эти карточки вызвать интерес ребенка в 6 лет и в 7, они помогут ему не только поделить слова на словки, но еще и составлять предложения. Традиционно считается, что многопедическая работа заканчивается так, где поставлены все звуки. Ну, ребенок все звуки говорит правильно, в речи звук употребляет правильно, артикулирует правильно, ну, все, правильно послуживает. А на самом-то деле многопедическая работа, она заключается в том, чтобы у ребенка выработать умение построить собственное, адекватное, развернутое высказание. И здесь как раз издательства Гайлис, там уже началась эта работа, был первый комплект карточки, второй. Но последние комплекты карточек, они отличаются. Ну, во-первых, они стали двусторонними. С одной стороны можно складывать слова по словам, а если вы карточку перевернете, то с другой стороны вы увидите тот самый прием глобального чтения, но о котором тоже много дискутируют родители. Я не буду сейчас глубоко вдаваться в отрицательные положительные стороны этого метода. Я просто хочу вам сказать о том, что карточки, которые используются, издаются издательством, они действительно работают на многие стороны развития ребенка. Здесь тоже надо совместить это все ровно. И не зря вот бочка, там такие полосочек похожи на штрих-код. Так вот, ребенок тоже должен совместить эти полосочки. Для этого тоже определенные ловкие движения требуются руки. Поэтому, да, также карточки помогают и развитию нервной модели. Ну вот, можете увидеть, сколько здесь разных наборов в этом плане, да? Это уже вот для кашхалят. Ну, забавные такие двусторонние наборчики, можно их посмотреть. Тоже двусторонние, конечно же, с лабиринтами. А на самом деле, вы знаете, вот сколько я с детьми работаю, я всегда поражаюсь. Но лабиринты не подоедают никогда. Вот каждый день делаю с ними по 50 лабиринтов, они придут и скажут, и еще буду делать. Очень любят эти лабиринты, очень мне нравятся. Им нравится, потому что они получают в результате успех. Вот эта самая ситуация успеха, я решил, я смог. Вот она является мощнейшим стимулом в дальнейшем развитии ребенка. Похвала. Это ваше похвала. Это изменение. А согласитесь, что мы живем как раз на внутреннем своих чувствах. То, что вы похвалили ребенка, это для него очень ценно, это социум. И, конечно, любой человек должен получать одобрение от своего зуба. Обязательно. Каждый человек хотя бы раз в неделю должен услышать что-то о себе хорошее. Даже что он хорошо говорит с вами. Обязательно. Иначе человек может даже забавить. Обязательно человек должен взрослые услышать раз в неделю спасибо. Вы задумывались, почему люди делают хорошие дела? Хорошим считается то дело, за которое вы не ждете награды. Вы задумывались, а у нас потребность такая. Мы обязательно должны получить положительный какой-то сигнал своим действием. И чем больше мы этих положительных сигналов получаем, тем лучше для нас. Тем мы становимся спокойнее, равновешнее и более творческими в людях. Потому что если ребенок или взрослый находятся в богатых эмоциях, ни о каком развитии речь не идет. Любое депрессивное состояние, оно закрывает путь к развитию. Будь то ребенок или будь то взрослый. А почему раз в неделю? Хотя бы и меньше. Ребенку четыре раза в день. Некоторые исследователи говорят в восемь ребенку. То есть чем меньше ребенок, тем больше он должен этих пословий получать. А взрослому хотя бы раз в неделю. Если раз в месяц это мало. Вот хотя бы. Хотя бы на вот один день должен быть удачным. Вот обязательно. Обязательно кто-то должен поблагодарить вас. Похвалить. Вот. Поэтому периоды, они как раз, понимаете, они детям легко. Они понимают, что надо это делать. Они это делают. И они непосредственно справляются. И внутренняя, вот эта внутренняя удовлетворенность собой. Когда вы его хвалите, вы говорите о том, что вы удовлетворены его поведением. Замечательно. Ну вот так и действительно. А самое главное, когда мы довольны собой. Когда мы себя ни за что не наказываем, а только хвалим. Точно так же и дети. Он доволен, понимает, что у него хорошо получилось. И я вот к тому говорю, что действительно вот такие карточки, такие наборы, они понятны детям. Я говорю об этом, потому что, в общем, с пособиями с радостью не первый год, а уже, наверное, лет десять. И действительно вижу, что дети их внимают. Дети с этим работают. Они детям интересны. Замечательная вот эта карточка такая. Я, конечно, не даю детям, когда все там проводить. Я, как бы, и пальчиками покажу мне. Ну, понимаете, да? Конечно, мне она очень нравится. Я не люблю, я лично отношусь. Ну, и тем не менее, да, с таким легким юмором, с таким легким, да? Понимаете, как правильные люди взяли, да? Да? Догадаетесь? Да. Между кем ее надо начать? Между драконом и космонавтом. Да, между драконом и космонавтом. И человек друг от друга отличается. Сказочный ритм. Дети прям замечательные ты любят. И чем больше их спрашиваешь, тем больше удовольствия они тебя отвечают. Ну, спички. Да? Редко-редко мы встречаем какие-то интересные долголомки и спички. Согласитесь с вами. Да? Редко. Да. Ну, здесь замечательно. Причем здесь можно даже, знаете, немножко с ребенком поиграть и сказать, а вот представь теперь, что папа Ега вот решила полетать на ракете. Может она свою курью избушку превратить в ракету? Как ты думаешь? Ну, вот. Интересно. Я всегда люблю такие пособия, где вот такие задания встречаются. Потому что и в своем как-то творчество начинает развиваться. Так что замечательный такой даже набор. Вот. Ну, естественно, понятно, да, опять же. Вы не будете говорить ребенку, ну-ка давай вот закрашивай аккуратно, чтобы ты писал красиво. Вот уж честно. Вот ребенку писать красиво, ну вот честно. Ну, нет ли вот такой цели. Вот ему как-то вот абсолютно вот все равно. Это уже потом, когда он хорошо живет, вы знаете, когда он хорошо живет, где-то в середине первого класса, с гордостью будет, то скорее девочек перенести в тетрадик и посмотрели, а красиво написал. Но это осознание, как идет потом. Да? Когда уже овладельцы, собственно, написали, начертали вот эти графики. А вот такие задания, они не говорят о том, что вот делай. Нет, они просто подводят к тому, что у ребенка начинает вырабатываться действительно красивый почерк. И главное, понятный. Иногда учителя, где я так немножко к подросткам обращусь, жалуются на то, что у подростков безумно непонятный почерк. И вот тогда мама в панике пришла и говорит, что делать у него не ЕГЭ, а он вообще пишет, как курится наоборот у него по-русски, и что же там делать, что же там делать. Ну, мы общались с Владимиром Шариком, посетовали. Я поняла, на чем дело. Я не говорю, что правила по-русскому голосу знаешь. Это надо. А? Все на это тоже. То есть, да, он просто плохо знает. Где АТО, 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 где АТО. Я таким образом мамы трансферуют. Ну вот, чтобы нам такого не доводить, да, к ЕГЭ. Начнем лучше в дошкольном возрасте раскрашивать к веточке. Давайте лучше по философу пройдем. Чтобы нам потом уже не учиться. Ну и вот, прекрасный повод, да, вот просто нарисовать растение. Очень часто дети говорят, я не умею, а я не знаю. Но как это будет? Вот, пожалуйста, вот, цветочек, вот, рисуй. Очень замечательная карточка. Пожалуйста, рисуй так, вот. Ну, хотя бы точку, тоже хорошо. Уж точку-то любой рисовать сложно. Вот. И еще в этом наборе, естественно, есть возможность использовать для составления вот того, о чем я говорила. Что к концу дошкольного детства мы должны ожидать, что у ребенка сформируется то самое свободное, адекватное, развернутое высказывание. Чтобы ребенок мог рассказать, составить рассказ, который будет понятен другому. Иногда бывает смешно. Просишь ребенка, ну скажи, что ты видишь. Ребенок начинает говорить о том, что ну вот это, вот на это. Ну и так далее. Как это прекрасно знает, что замена имен существительными вместоимениями – это один из признаков общего недоразвития личности. Совершенно гениальная вещь. Она, кстати, запатентована. Вот это я прочитала, что и каждый из вас может… Сейчас я вам покажу, что это такое. Вы, наверное, видели, но может там закрыто или нет. У нас есть возможность с вами посмотреть сами. Значит, вот на этих карточках написано некое задание. В данном случае у меня набор словарные слова. И вот здесь задание. В слушай точке будет хлеб и столом. И слова инженера, футболиста, агронома и шофера. Значит, в каком итоге надо слушать? Ну, в любом догадывается, что, конечно, надо слушать агронома. Вставляется вот так карандаш. Если ответ правильный, то карточка легко. Ну, естественно, да, саморозный тоже. Вот. Если, значит, ответ неправильный, вы не кричите ему. А, ты чего не так сделал? Он просто понимает, что что-то… Несколько наборов «Проверяйка» вы можете здесь увидеть. Они на разную тематику. Ну, вот в данном случае у меня словарные слова. А есть будет еще и причина, как бы, и размер, и все остальное. Математика, естественно. Совершенно замечательное изобретение, я считаю. Дети делают с огромным удовольствием, с огромным интересом. Очень хороший наборчик, который легко можно взять в дорогу. И, наверное, что немаловажно, все здесь есть. То есть не надо никуда бежать, ни карандаш искать, ни бумагу, да? Вот, вот он, вот он здесь там. И здесь, конечно, да? Ловкие увлечения, вот, ребенка при взаимодействии с знакомым и вставкой его. Они и тренируют, как говорится, самостоятельный алгоритм. Опять же. Мы не говорим ребенку, да? Тоже будет развивать свои пальцы. Нет, он увлечен. С таким удовольствием они делают задания. Вот. И карточки, естественно, двусторонние. Тоже такие симпатичные рисуточки. Такие хорошие. Ну, если вы, как на мой этот, в детском саду или, там, в школе будете использовать многократно, могу вам дать такой совет. Просто вот старость. Ну, или родители, да, можно посоветовать. Иногда не хватает времени, ноутки, логопеды, да, вот как-то дополнительно чем-то вот заниматься. Ну, там вы в своем программе выбрали, там же не дай игрушек. А вот родителям порегендовать очень даже можно для закрепления того материала, который вы проводите. Вот. Ну, и здесь тоже разные такие задания, естественно. Опять же, пожалуйста, звездочки можно ребенку предложить вырезать и свою последовательную сделать, которую сочтать нужно. Можно посложнее что-то, да, там, просто плюс четыре. И вот мы с вами подошли, наверное, к такому достаточно объемному по своим задачам, по потенциалу развивающему конструктору, который действительно очень помогает решить задачи начальной школы именно в соответствии вот с требованиями стандарта. Ну, вот если вы увидите, есть еще и русский язык, и английский язык, вот здесь у нас представка математика. Значит, смысл этого конструктора. В нем предлагаются задания различные. Вот на этом задании написано, какая веревочка завяжется гусем, если ее потянуть за концы, а какая не завяжется. И это задание... Сейчас я покажу. А, это задание вот у нас в книжке. На 67-й странице. То есть вы показываете ребенку задание. Ничто вам не мешает веревки взять как-то вживую и попробовать. Пожалуйста, предложите ребенку сначала умеете действие произвести, а потом сложить на столе, да, вот таким образом веревочек и по посту. И в итоге ребенок должен предлагать ответ, что завяжется, если да, то один, если нет, то один. Первая веревочка завяжется, завяжется, вторая и так далее, да. И в конце, конечно, ну, не знаю уж для детей или для родителей. В конце, конечно, есть ответы, как бы, ну, хотя бы, да, что да, мы получим. Но при этом, вы понимаете, можно любое задание из этого тренажера точно так же использовать и, как я говорю, в варианте 3D, да. То есть предложите, пожалуйста, предложите ребенку, пожалуйста, попробуйте. Придумайте свою загадку с веревочкой. Или, например, вот задание по вырезанию. Задание такое, какая фигура вырезана из сложного резкого бумаги. И вот ребенок должен догадаться, какая вырезана фигура. В первом случае, во втором и втором. То есть в первом случае вырезана фигура вторая. Да. Скажем так, в секторе В вырезана фигура четвертая и, соответственно, В третья, да. Но, опять же, это можно использовать и для, ну, попробовать, пожалуйста, в объемном варианте. Если ребенку сложно все это действие проделать в момент, то можно, вот, попробовать, собственно, проделать это практичными способами. Конечно же, есть такие вот интересные тоже задачи. А просто интересно проверить, да, действительно там 80 рублей, а тут 45. И сколько вообще должно быть монеток, чтобы получить эту сумму. Это уже на второй стороне карточки. И еще, наверное, нельзя не сказать о последних новых совершенных пособиях издательства, которые называются «Нероскологическими занятиями детьми». На самом деле, как вы знаете, занятия сделать психологом, ну, сейчас, как говорится, немножко стихло, а вот два-три назад это было очень сильно распространено. Ну, стихло, наверное, потому, что, действительно, занятия эти непростые, они достаточно затратные на медическом для педагога, который работает с ребенком. И, наверное, все не так просто, как это, когда у нас сначала. Тем не менее, дают эти занятия стойкий эффект, что самое главное. И, действительно, помогают детям. Я очень часто встречаюсь с людьми, которые говорят о том, что, да, их дети испытывали трудности, но именно занятия с ребенком психологом помогли эти трудности преодолеть. И, действительно, на самом деле, авторы этого пособия, они, ну, наверное, больше двадцати уже лет работали в школах. Просто в обычных общеобразовательных школах и работали с детьми. Большое количество детей проходило через этот центр. У авторов этого пособия центр назывался «Добрые руки». То есть практика очень большая. И занятия, они выстроены таким образом, что в ребенок то же самое на сюжете, на каких-то таких опытных вещах развивает те необходимые качества, которые нужны. Фотографии очень понятны в этом пособии. И достаточно легкие инструкции для педагога. Вы мне можете спросить, а что такое случилось с нашими детьми? Многие родители задают этот вопрос. А что такое случилось, что всем детям стали требоваться занятия с первой школы? Что произошло? Ну, наверное, произошло то, что у нас сужила культура двора. Потому что многие упражнения, которые вы встретите в любой психологической программе, они, если так глубоко копнуть, наши бывшие классики с программой действия, наши бывшие «ябушки», как мы их называем, или по наложному школу мяча, когда мы удерживаем предотвращение эту программу. Это наша известная игра штанта, когда мы первое слово называли «бросали мяч». Кто отгадал, тот и побежал. На самом деле все эти игры, они имеют как бы свое начало вот в этих самых играх детей разного возраста. Когда старшие показывали младшим, выходил первоклассник, который считался самым умным, и вот этих вот дошкалян 5-6 лет, он всему этому учил. Но, к сожалению, да, изменилось у нас социальное окружение. Больше дети стали проводить время в кружках, в развивающих центрах. Это, наверное, неплохо. Но вот есть такие вещи, которые будут несколько раз. Ну, так сложилось, потому что в силу каких-то причин несколько раз. И как раз вот подкорректировать это, помочь, вот как раз и может вот эта методика, которая, в общем-то, действительно, наверное, выросла из практики, многолетней практики. Авторы долго занимались этими детьми и с большим количеством детей. И когда я посмотрела эту книжку, то я действительно увидела те упражнения, которые отобраны в результате местных лет занятий. Я просто лично знаю два автора, как бы все молодого с центром Тверской, и я знаю просто ее программы более ранние. И вот в этих книжках я увидела, что далеко не все упражнения вошли, а вошли именно те, которые показаны практикой, которые показали на практике, стали эффективными. Поэтому очень тоже рекомендую познакомиться с этими работами автора. Очень интересные упражнения и понятные. Никакого такого труда они не представляют. Ну и, наверное, вот контактные все данные, которые вы можете записать. И там, если на эти издательства тоже едете. Ну вот, наверное, этим мы с вами, по крайней мере, ознакомительная часть закончим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok